Фейсбилдинг Фейсфитнес, йога для лица Ну и другие, другие, другие Направления, они как-то связаны С этим, они будут об одном О лице, о мышцах Доброе, поговорим трошки про обличия Чему у нас являются Эти зморщики Ну смотрите, есть несколько видов изменений на лице Есть мимические морщинки, есть возрастные Вот допустим, девушка Ну в 20-25 лет У нее 100% только мимические изменения Что это значит мимические? У вас есть мышцы на лице, ну, у нас на теле есть мышцы, на лице есть мышцы. И из-за того, что мы постоянно делаем одну и ту же мимику, мы как-то прищуриваемся, да, мы всё время подмигиваем одним глазом, удивляемся, поднимаем одну бровь, да. Вы замечаете потом, что «А, на моём лице появились морщинки! Ужас! Ужас у меня есть морщинки! Что делать, да?» Это один вид, это мимические, всё, что у нас связано с мимикой. Второй вид изменений – это возрастные. Это происходит с возрастом, потому что есть гравитация, потому что есть просто возрастные изменения в организме, да, обменные процессы, гормональные процессы. У мужчин, у женщин не имеет значения. У нас кости немножко устыхают, у нас плотность меняется от тех же самых мышц. Всё это приводит к гравитационному птозу. Просто оно всё съезжает. И, допустим… Я костю так рассказываю, ты уявы, ты так здесь, я уплыть. Ну, не настолько, ну, там, несколько миллиметров. Ну, если вы посмотрите картинку какую-нибудь, знаете, вот девушке там в 20 лет и девушке в 50+, да, вы увидите, что у девушки в 20 лет у неё много объёма вот тут на скулах, да, у неё такие щёчки красивые. Ну, это не щёчки, это скулы, у неё такие приподнятые. И тут очень-очень мало. А у женщины, которая 50+, у неё такое ощущение, как будто ткани опустились вниз и много объёма стало внизу, да. И женщина приходит ко мне и говорит, Наташа, а что мне делать? Я хочу убрать вот эту зону, я хочу её подтянуть. Так, давайте тогда трошки перейдемо, дійсно, я хочу это сделать, как прибрать, потому что, думаю, сейчас усім глядачкам дуже цікаво. Ой, смотрите, есть несколько особенностей. Ну, прежде чем мы начнём заниматься, я хотела бы немножко рассказать чуть-чуть глубже, да, если вы позволите. Сейчас в Ютубе очень много информации, просто море информации, и когда вы сейчас, девочки, посмотрят эфир, да, вот они посмотрят и скажут, «Вау, мне интересно, я полезла в Ютуб, я найду себе кучу видео и буду их делать», и вы увидите качественные видео, качественные упражнения, вы увидите некачественные. Что значит качественные, некачественные? Если вы сделаете некачественные, почему же я это говорю, у вас потом появятся заломы, и вы скажете, ммм, фейсбилдинг не работает. Ну, логично, да, если там, вот у меня была женщина, она три месяца занималась, она говорит, у меня стало морщин ещё больше. Так это не фейсбилдинг, это что-то другое было. Какие меры предосторожности? Во время тренировки для лица у вас не должна заламываться другая часть. То есть, если мы прорабатываем мышцы лба, мы прикладываем руки, и в той зоне, где могут быть морщинки, да, вот если вы ручку положите, поджимаете, вот если хорошо пальчик приложить, вокруг заминается, да, вот просто приложили, да, и хорошо-хорошо придавили, вокруг заминается, а под пальчиком ничего не заминается кожа, да, то же самое должно быть и с лицом. Вы пальчики приложили, вокруг есть работа, а тут не заминается, то есть мы не должны создавать новые заломы. Это очень важно. Если вы делаете упражнения в ютубе, да, вы увидели девушку, вы делаете упражнения, но во время упражнений у вас появляются новые заломы, посмотрите другое видео. Идите там, где нет. Да, ну то же самое с фитнесом, да, мы же не говорим, что все супертренера есть в ютубе. Нет, есть хорошие видео, есть не очень, от которых стоит отказаться. Вот то же самое и с лицом. Есть меры предосторожности, потому что вы можете создать себе другие заломы, а они вам не нужны. Что нужно делать утром, да, с ранку, чтобы проснуться, чтобы лицо проснулось? Ну, во-первых, очень хорошо, вот такое вот, может быть, странное упражнение, ну вот я девочкам даю с утра его, просто активизировать кровообращение в зону головы, да. Вот как вообще происходит? Мозг просыпается, кровь туда пошла больше, больше. Почему фитнес работает хорошо? Почему после фитнеса такой, ты дышь, ты, бодрость, да, и спать не хочется, если с утра ты занимаешься? Потому что кровь пришла по всему организму, по всем мышцам и в головной мозг точно так же. Что мы делаем? Мы берем ручки, ну, я не знаю, насколько вам удобно будет, давайте запустим вот сюда, да, вот сбоку, приподнимаем чуть-чуть волосы от корней и начинаем шевелить наш скальп. Да, и еще раз, в другую точку перешли и пошевелили, да. И так вы проходитесь по всей голове, чуть-чуть приподняли и пошевелили. Так, ну тут я зараза зипсуюсь обязательно. У вас, да, у вас прическа, а вообще девочки могут попробовать это сделать, просто взяли волосы, да, у корней, чуть-чуть приподняли и чуть-чуть пошевелили. У вас здесь изранку все так робляют. Ну, я бы так не сказала. Еще очень хорошо это движение ушами. Я знаю, что есть девочки, которые умеют сразу шевелить ушами, есть девочки, которые вообще никогда не умели, но этим можно научиться. Вы просто, ну, сначала надо просто попробовать, а вдруг умеете, да, и пошевелите ушами. Вот смотрите, они двигаются. Что сделать, чтобы они задвигались, если они не двигаются, да? Мы представляем, как от козелка ухо идет от двух ушей, да, назад-назад-назад, и вот тут на затылке они встретились. И вы представляете, шевелятся, я уверена, что шевелятся, вот я вижу по вашему лицу. Я хочу размеяться, а именно, да, сейчас. Есть такое небольшое, это вы бровями делаете? Есть, двигаются, я увидела, двигаются. Так, ну все, я буду тренуватися, рухать ухом. Вы представляете, что тут на узелок завязываете эти две ниточки, да, и тянете назад, назад, назад. Посмотрите на меня, насколько меняется лицо, когда я натягиваю уши, да, такое ощущение, как будто оно раз-назад и натянулось. Натянулось. Это упражнение, которое можно делать всегда, утром, днем, вечером, в обед, ну, когда ты хочешь, да? Ты что завариваешь, такая уруха, я же... Да, я сподвину немножко уже. Что я спытаешь, а ты робочный? Ничего, просто фейсбилдинг. Ой, у меня была смешная история на этот час. Я лежу на пляже, я только начала изучать фейсбилдинг, лежу на пляже, ну что можно делать на пляже? Читать я уже прочитала книгу, ребенок вроде бы себе в песке там занимается, ну все в порядке. Я лежу, шевелю ушами, чувствую на себе пристальный взгляд, прям чувствую, как на меня кто-то смотрит. Поворачиваюсь молодой человеку вот с такими глазами. Рядом наш узлон, у него такой перепуганный взгляд был. Так что, может быть, в общественном транспорте и не стоит этого делать. Но, в принципе, это очень полезно. Полезно делать гимнастику для глаз. Мы все ее слышим, мы все ее знаем, да? Об этом пишут, пишут в интернете, пишут в журналах, да? На телевидении рассказывают о том, что делайте гимнастику для глаз, это полезно, особенно, когда вы долго проводите время за компьютером. Но кто ее делает? Никто. И не сидят за компьютером годину, а сидят там и 2, и 3, и 4. Да, да. И в этом получается вопрос, что если вы даже делаете самое элементарное движение, да? Вот я сейчас расскажу, посмотрите, на переносицу, на межбровку. Смотрите, переносица, межбровка, переносица, межбровка. Ну, такое странное, да? Потом вы смотрите право-лево, право-лево, тоже 5-10 раз. Потом диагональ верхний, нижний угол, верхний, нижний, поменяли другая сторона, верхний, нижний. И потом круг в одну сторону, полный круг в другую, тоже раз 5. У вас усиливается кровообращение в зону глаз. Как часто это требует работать? Ну, гимнастику мы с девочками делаем раз в день, в день, каждое утро. У меня сейчас идет марафон. В принципе, меня можно найти в интернете, Наталья Кулешенко. На моей странице, если хорошо-хорошо полазить, найти бесплатный марафон, в который вы можете просто зарегистрироваться. Там уже 4 тысячи участниц. Я очень рада, что столько девочек хотят узнать о том, как можно улучшить свое лицо, как его можно привести в порядок, улучшить качество лица. И вы можете просто любая из девочек города Николаева, вообще любая из девочек, которая увидит это видео, вы можете присоединиться к этому бесплатному марафону. Там есть видео уроки, которые в свободном доступе, вы их занимаетесь. Вы можете задавать мне вопросы, я открыта к общению абсолютно. Но у меня есть марафон, который идет 90 дней. Это марафон для того, чтобы создать привычку. Мы же все знаем, да, привычка создается. 21-90 дней, ну 90 дней так увереннее будет. И я создала этот марафон для того, чтобы девочки привыкли делать это занятие каждый день. И вот каждый день мы делаем гимнастику для глаз. Я могу сказать, что на второй неделе у меня были потрясающие отзывы, когда женщина мне сказала, «Ты знаешь, Наташа, я каждое утро просыпалась тем, что я закапывала глаза, они просто пересыхают. Я перестала закапывать их. У меня перестало быть ощущение внутри, как будто песок к вечеру в глазах». Понимаете? Это круто. Это, ну, я считаю, что это очень круто. Это даже в некоторой степени, понимаете, еще от фейсбилдинга меняется качество кожи. Вы же приходите на массаж к косметологу, вам совне прорабатывают, да, вот как бы снаружи, да, вот кожу и все, и кремчики мы все спитаем совне. А тут вы изнутри добавляете кровообращение, убираете отечность, работаете над мышцами. Я могу сказать, что косметологи, вот у меня девочки до были марафона у косметолога, и вот сейчас через три недели они были у косметолога, а косметолог сказал, реально мышцы прочувствовались. Они вот есть там, да, они чувствуются. То есть уже швидко можно побачить результаты? Ну, смотрите, в плане подтянуть, может быть, и не так быстро, да. Это все-таки время. Сколько, в зависимости от того, если девочка в 30 лет пришла на фейсбилдинг, это один результат. А если 60+, ну, как бы, ну, мы все понимаем, есть возрастные изменения, которые надо в какой-то степени преодолеть. Есть гормональный фон, и ля-ля-ля, и та-та-та, да. Пытаются говорить быстро. Но результаты, да, они начинаются уже примерно со второй недели, в силу того, что вы усиливаете кровообращение к коже, уменьшается отечность, выводятся токсины, да. Это то же самое, как с телом. Кровь пришла к мышце, забрала все ненужное, вывела, да, а все нужное, питательное, там, если вы кушаете витаминки, если вы кушаете хорошо, то вот эти все микроэлементы, питательные вещества, она принесла сюда, она принесла. А мышцы вот на лице, у них есть одна особенность, они вплетаются в кожу, то есть они очень близко к ней находятся, не так, как на теле, очень-очень близко. И кровеносные сосуды, они все это пересекают, понимаете. И вы тем самым улучшаете цвет кожи, да. Это то, что девочки говорят, буквально 2-3 недели цвет кожи поменялся. Особенно есть эффект до тренировки, после, когда ты проснулась, такая заспанная вся, да, ты позанималась, такая раз, оба, так подтянутая личка уже. А вот трошки приклад тренувания, вот как прокинулась, вот окрім вот этих, для обличия. Для обличия. Ну, давайте сделаем упражнение для глаз. Давай. Как вам насчет этого? Мы проработаем сейчас верхнее веко. Очень часто девочки жалуются на то, что верхнее веко нависает, да, оно как бы опускается. Ну, для того, чтобы его проработать, надо проработать зону лба. Мы сейчас поработаем зону лба, а потом поработаем верхнее веко. И мы как бы создадим тонус в этой зоне. Я не могу сказать, что это утреннее упражнение, его можно делать днем, вечером, без разницы. Это целевое упражнение, да, потому что я не делю на утренние, вечерние, вы можете делать их в любое время. То-бто будете час просто... Вообще не имеет значения, да, не имеет значения. Итак, мы прорабатываем лоб. Что у нас есть? У нас есть лобные мышцы, которые вот примерно тут крепятся, да, вот тут крепятся и идут вверх до нашего роста волос, да, нашего апоневроза. Они вплетаются. Мы ручки делаем вот такой замочек. Так. Да. И ставим на лоб. У вас пальчик с пальчиком не пересекается. Мы на маленький лоб. Вы ставите прямо над бровками. Чуть-чуть ниже еще можно. Да. И так, чтобы у вас угол брови тоже был виден. Виски зажимаем ладонью тоже. Прижимаем достаточно плотно. Не сводите. Я сейчас вижу, как вы сводите руки. Просто протискать? Руки все уложить, прям все прижать. Каждый пальчик прижать к лицу. И поднимаем брови. Раз. Два. Три. И вы под кожей чувствуете, как что-то там движется. Четыре. Но у вас под кожей не должна, под мышцами, под руками не должна кожа сминаться. Вы должны чувствовать, что под кожей есть работа, а вообще ничего не сминается. То есть руки прикладываются очень плотно. Вот если бы вы на стол надавили, очень плотно. То есть не маять и далеко шкира. Нет, нет. Кожа абсолютно не двигается. Что-то так ровно. У вас должно быть плотно-плотное прилегание. У вас бровь поднимается, а кожа не двигается. Да, вот внутри где-то под кожей есть работа. Есть такое ощущение? Есть, собирается такое напряжение над бровью, да? Отпускаем. Делаем это упражнение 30 раз. На 30-й раз мы подняли бровки и задержали 10 секунд. Да, вот так вот. Только, опять же, мы помним, что кожа не сминается. Все делаем с руками. Обязательно с руками. Без рук нет смысла в этом упражнении, иначе мы делаем заломы. Второе упражнение – это для глаз. Я очень быстро. Ставим внешний уголок. Он очень оформленный. Два пальчика. Вот, давайте я покажу. Внешний уголок указательно фиксирует. Внутренний уголок фиксирует средний пальчик. Вы фиксируете это. Не выдавливать, просто придавить. И надавить верхним беком и открыть его. Надавить и открыть. Желательно, когда открываете, вот так с бровями не делать. Потому что, когда слабая мышца лба, вы будете поднимать с бровями. Девочки могут поднимать с бровями. Желательно это делать без бровей. Делать только глазками. Надавили, распахнули. Надавили, распахнули. Тоже мы делаем в медленном темпе. Надавили, подержали, распахнули. Подержали. 30 раз делаем. На 30-й раз делаем 10 секунд статику. И вы почувствуете, как есть мышца. Как у вас верхняя века немножко поработала. Будет такой взгляд, знаете, как сонный немножко. Хочется опустить верхний век и не поднимать его высоко. Добре. Дякую вам, что завітала до нашей студии. Допомогли нашим девчатам, глядачкам, зробить свое обличчя просто неймовірно гарным.